Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 8 мая традиционно празднуется Международный день Красного Креста. Вряд ли в мире найдется организация такого масштаба и авторитета, преследующие более благородные цели и спасающие такое количество жизней, как Красный Крест и Полумесяц. Активисты Красного Креста каждый день оказывают помощь людям, оказавшимся в сложном положении. С начала работы организации распространялась исключительно на участников войн, но теперь она помогает и мирному населению. Вот какую помощь сегодня в условиях непростой педагогической ситуации оказывают сотрудники, волонтеры, активисты Красного Креста, я узнаю мои сегодняшние гости. Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Николаевна Подложная. Здравствуйте. Добрый день. Галина Николаевна, во-первых, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Я знаю, что у вас всегда много работы, а сейчас вот в непростое такое время Красный Крест, сотрудники Красного Креста, как всегда, на передовой. Да, действительно, в это время нам более тяжело работать, чем в обычное время, потому что, во-первых, мы законопослушные и ушли на изоляцию, административный состав, и работали на удаленке, а медицинские сестры работали у нас, как прежде, обслуживая нашу тяжелую категорию одиноких больных граждан. Тем более они все у нас ветераны, все пожилые люди, и оставлять их без заботы и внимания мы просто не имели права. Не могу с вами не согласиться, но вот все-таки, как в вашей организации вот эта помощь выстроена? Ну, вы знаете, во-первых, надо отдать должное нашему правительству, которое нашему самарскому правительству, которое на протяжении вот всех лет помогает, поддерживает Красный Крест, потому что в перестроечный период Красный Крест потерял все свои первичные организации и остались как бы без средств существования. И благодаря Титову Константину Алексеевичу, Галине Дмитриевне Светкиной, Галкину, это облздороводел, решили дать Самарскому Красному Кресту программу службы милосердия. И финансировали первое время, это с 93-го года. Финансировали через Министерство социальной защиты и, так сказать, через фонд. Финансировали было через фонд. Был фонд при Министерстве социальной защиты. Но когда фонд в 2012 году как бы упразднили, и в тот момент и депутаты, и правительство все-таки решили продолжить финансирование нашей программы. Благодаря этому мы в прошлом году, это в 2019 году, отметили 25 лет нашей программы Самарского регионального отделения. Кто сейчас вас поддерживает, кто сейчас вам помогает, ну, я думаю, конечно, городские власти, в первую очередь, города Самара оказывают поддержку. Это, естественно, я уже много созывов являюсь членом Общественного Совета при Городской Думе. И какие вопросы бы не требовались для нашей организации, всегда находим положительные результаты. В этом отношении меняются председатели Думы, но работа, такая тесная работа с нами продолжается на сей день. Давайте все-таки немножечко коснемся истории создания вашей организации. Вот все-таки, если поговорить о кратких вехах развития, просветите, пожалуйста, расскажите, если вспомните, с чего все начиналось, а ведь корни-то уходят аж, наверное, в 19 век. Ну, это где-то 19-й. Да, начало 19-го. Ну, надо сказать, что Российский Красный Крест – это неотъемлемая часть международного движения Красного Креста. И вот в 1867 году императором Александром Вторым был утвержден устав общественной организации попечения над больными и ранеными участниками войн. И вот в 79-м году, в 1879 году эта общественная организация была переименована в Российский Красный Крест, который, так сказать, и до сих пор носит это название. Ну, я вам хочу сказать, что за долгую историю мы действительно стали такой глобальной организацией, социально значимой организацией, потому что один из наших, так сказать, принципов – это не оставляй человека в беде, это гуманность. Не оставляй человека в беде и по мере возможности окажи ему помощь. Вот чем мы, в принципе, и занимаемся на протяжении всех этих лет. Скажите, пожалуйста, вот опять же, возвращаясь к сегодняшней ситуации, когда в стране очень непростая ситуация, ваша помощь сейчас сильно востребована, особенно актуальна для населения. Если да, то для каких категорий в первую очередь? Вы знаете, у нас много партнеров, я имею в виду, с нами работает и фонд мира, который также нам оказывает помощь, чтобы мы оказали помощь нашим подопечным, нашим ветеранам, проводим мероприятия. Мы обязательно каждому присутствующему подарок организовываем в разных районах нашей Самарской области. Вот, например, в этом году, благодаря выигранному гранту, который мы посвятили 75-летию Победы, значит, у нас будет 6 мероприятий в разных районах нашей области и с привлечением по 150 человек ветеранов. Каждому из них будет приготовлен подарок. Ну, это вот наше как бы мероприятие. А ежедневно мы оказываем помощь людям тем, кто приходит к нам за этой помощью. И мы уже на протяжении многих лет оказываем помощь людям, попавшим в беду именно, и даже нашим ветеранам лечебных учреждений, мы тесно работаем с ними. Вот такую помощь вещевую. Очень много детского, детской, новой, красивой одежды. Люди очень довольны. Плюс ко всему у нас медицинские принадлежности. Нам оказывает помощь и по Волжский Сбербанк России. И неоднократно оказывали по 50 тысяч нам для того, чтобы закупить подгузники, пеленки для наших больных. Мы же оказываем помощь тем больным, лежачим. С такой тяжелой категорией работаем, как онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма, это тяжелая форма, психохроники и туббольные. Этим людям обязательно требуется, как правило, больные люди, они же не все богатые, поэтому им тоже требуется помощь. А те, кто лежачие, и вы сами знаете, трудно постоянно покупать памперсы, ну и дорогие все-таки. И мы вот такую помощь оказываем. Мы вместе, акция всероссийского масштаба, и Самарская область, конечно, принимает активное участие. Волонтеры-медики, активисты, просто неравнодушные самарцы, готовы внести свою лепту в борьбу с COVID-19. Вы знаете, у нас есть сюжет, я предлагаю вот сейчас в этой программе нам все вместе, ну и, конечно, с вами, уважаемые телезрители, его посмотреть, как, собственно, эта помощь происходит. Внимание на экран. Евгения Платонова, мать-героиня, в ее семье воспитывается шестеро детей, четверо из которых приемные. Чужих детей не бывает, уверена Евгения. Все родные, все друг друга любим, уважаем. Больше сорока волонтеров администрации промышленного внутригородского района ежедневно оказывают поддержку многодетным мамам, пожилым людям и всем тем, кому она необходима. Начали с конца марта, уже выдали больше 150 пакетов с продуктовыми запасами. В числе добродетелей, предпринимателей, учителя, студенты – самые разные категории людей. Яков Резников – главный врач одной из областных больниц и депутат городской думы. Он один из волонтеров проекта. Мы организовали некие пайки для малых, имущих семей, где есть самые необходимые продукты. И, безусловно, это будет поддержка достаточно серьезная таких семей. Стать одним из волонтеров можно, позвонив на горячую линию акции «Мы вместе» либо обратиться напрямую в администрацию своего района. В трудное время наш народ всегда объединялся. И это давало силы каждому из нас. В первую очередь стоит человек за этим. И отзывы есть. Люди через ТОСы, через управляющие микрорайоны, они ближе, там старшие по домам, говорят огромное человеческое спасибо тем людям, которые сегодня помогают. Списки тех, кому помощь необходима, формируют в районных администрациях, а также принимают обращения самих самарцев. Галина Николаевна, вот близка вам эта история? Понятно, вот все, что происходит? Вот даже такая акция, на примере которой мы сейчас увидели сюжет? Очень близка, потому что наши медицинские сестры оказывают не только социально-бытовую, но они и медицинские услуги оказывают. И многих, вот я встречалась с медсестрой Натальей Яушевой, она мне говорит, Галина Николаевна, я вынуждена была и проколоть, потому что это требовалось. Поэтому мы говорили, что может слишком близко, не нужно к человеку немножко на отдаленке работать, и бытовые там какие-то. Но мы медицинские работники, и нам необходимо сделать то, что это необходимо для больного. Поэтому все наши медицинские сестры выполняют те услуги, которые необходимы были у нас по плану. Галина Николаевна, расскажите, пожалуйста, как вы организуете работу волонтеров, и вот кто в основном идет к вам добровольцем? Ну, у нас есть молодежный Красный Крест, лидер его, Сарамятников Алексей. И так, как я уже сейчас сказала, что сейчас не учатся, вернее, распущены все учебные заведения, выехали из общежитий молодежь, а нам нужно сейчас доноров. Я, конечно, обратилась опять к своему Алексею Сарамятникову. И он говорит, Галина Николаевна, мы выйдем из положения. Я являюсь руководителем молодой гвардии в Красноглинском районе, и я сейчас организую хотя бы 40 доноров, но мы организуем, а потом еще и в областную молодую гвардию обращусь. Ну, таким образом, дело в том, что даже мы не имеем права создавать, так сказать, очереди на областной станции переливания крови. Мы организовали, так сказать, график, и вот как раз Алексей направлял по 5, по 10 человек вот на областную станцию переливания крови. Ну, сейчас уже все это выровнялось, а в принципе-то вот так вот, это благодаря нашему молодежному движению, то есть молодежному нашему лидеру. И я вам еще хочу сказать, что мы ежегодно готовим наших добровольцев по программам, значит, по первой помощи и основе ухода за больными на дому. И эти наши добровольцы, во-первых, всегда участвуют в различных мероприятиях. Мы ежегодно проводим акции по борьбе с туберкулезом и раздаем, значит, плакаты, раздаем буклеты, листовки, чтобы люди знали, как бороться, как не заразиться туберкулезом. Это у нас уже в традиции ежегодно в разных районах мы проводим такие акции. Оказываете информационную помощь и поддержку, да, в том числе? Да, 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 потому что это мы изготовили, мы в прошлом году изготовили 10 тысяч листовок, буклетов по профилактике туберкулеза, проводили такие же смотры-конкурсы среди детей школ. И, кстати, у нас и сейчас немножко передвинуто в связи с таким нашим COVID-19. Мы все это, все наши планы сдвигаются. Мы сейчас должны уже были провести 4 дня обучающих семинара с добровольцами, 50 человек должны были уже подготовить. И плюс ко всему должны были провести 24 марта, это Всемирный день борьбы с туберкулезом, такие акции. И сейчас у нас по онлайн проводят рисунки в советском районе школы, и мы должны провести смотр-конкурс по итогам года, или даже, может, придется перенести и на конец года. Но мы все-таки этот смотр проведем, потому что детей нужно будет поощрить, мы всегда их поощрим. Такие же смотры-конкурсы проводим рисунка и в детских больницах, противотуберкулезных больницах. У нас даже есть и кадры, так детей нельзя показывать больных, но мы закрываем их с плакатами, выходим из положения и награждаем лучшие рисунки и так далее. В общем, работу мы такую проводим постоянно. Галина Николаевна, я хотела поговорить с вами о работе социальных служб. Вы здесь тоже принимаете активное участие, активная позиция у вас в этом плане. Вот согласитесь вы со мной, что они в том числе оказались в сложной такой ситуации. Ну, одно дело, когда обойти в день несколько подопечных, но сейчас, когда в режиме самоизоляции оказалось, конечно, огромное количество пенсионеров, людей старшего поколения, то помощь нужна, наверное, в первую очередь еще и социальным работникам. Вот по мере сил и возможностей волонтеры пытаются охватить все слои населения. Вот в этом плане какая у вас позиция? Ну, вы знаете, у нас на обслуживании 300 человек в год. Сейчас на данный момент у нас 256, но в год у нас будет уже 300 мы обслуживаем в год. Это у нас план по нашей программе службы милосердия. И наши медицинские сестры обслуживают каждые 6 человек в день. Поэтому все люди охвачены, те, которые за нами закреплены. Ну, плюс ко всему еще благодаря гранту у нас еще 10 медицинских сестер обслуживают еще дополнительно 50 человек, потому что те больные, которые не подходят под наши диагнозы, вернее, те пенсионеры, которые не подходят под наши диагнозы, мы же берем справки с лечебных учреждений и нам не финансируют, если это не наш больной. Так вот, мы просто взяли еще 50 человек на обслуживание в разных районах пожилых людей, ветеранов, участников. Ну, участников уже у нас, конечно, мало. Но тружеников тыла и тех, которые действительно нуждаются. Сейчас я предлагаю прерваться, посмотреть небольшой сюжет и узнать, каким образом в нашем городе волонтеры помогают, в том числе и многодетным семьям. Пожалуйста. Продуктовый набор вам доставят. Спасибо вам большое, федеральный. Спасибо вам большое за заботу пожилых людей. Тамара Дворцова встречает гостей. С Ириной Низамовой они знакомы хорошо. Женщина-социальный работник. Вот уже 10 лет, два раза в неделю помогает пенсионерке. Тамаре Михайловне 74. Из дома во время самоизоляции она не выходит совсем. Всю жизнь проработала портника, а сейчас без дела скучно. Хочется быть полезной. Она вызвалась шить маски. Она принимала в первое время участие нам и сшила маски. Я ей очень за это благодарна. Хотя нам выдают и на работе нам выдавали. Но она говорит, мне же скучно, Ира. Можно я помогу вам? Я говорю, пожалуйста. Тамара Дворцова попала в списки пенсионеров, в котором доставляют наборы товаров первой необходимости по всероссийской акции «Продуктовая помощь». В пакете все самое необходимое – макароны, гречка, спички, мыло, сахар и другие продукты. На Самару выделили 14 600 таких наборов. Их передадут одиноко проживающим пожилым людям. Будут соблюдаться все меры безопасности. Волонтер будет у нас в маске, в перчатках, в определенном обмундировании, что это будет видно, что это волонтер. Но перед этим обязательно волонтер проходит у нас, так сказать, тестирование. Ему меряются температуры, спрашиваются о его самочувствии. Все данные заносятся в журнал, обрабатываются его руки и выдаются дез средств. Мы не заходим в квартиру, максимально дистанцируясь, отдаем продукты на лестничной клетке. Меры вынуждены, люди также относятся с пониманием. Поэтому стараемся не подвергать никому опасности. Раздавать продуктовые наборы людям старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании, волонтеры совместно с соцработниками планируют в течение апреля-мая. Галина Николаевна, этот год, 2020, знаменованным 75-летием Великой Победы. Скажите, пожалуйста, а вот что для вашей организации, возможно, лично для вас означает этот год? Это дата. Ну, это дата, наверное, для всех. Она значимая дата, особенно для ветеранов, которые прошли эти тяжелые годы. И я думаю, что для нас самое главное – не оставить их в одиночестве, как можно помочь им. И мы будем стараться, чтобы в мае месяц проводить, если это возможно у нас будет, не будет нашей, у нас изоляции, такой, в которой мы сейчас находимся. Мы обязательно проведем мероприятия, которые у нас запланированы, и в Кенель-Черкассах для ветеранов, и в Безинчуке. И, в общем-то, мы на протяжении всех лет проводим, ну, а в этом году у нас особо много, шесть мероприятий в разных регионах, в разных районах. Ну, вот я хочу сказать, что у нас еще и такие есть председатели, очень активные, как в Безинчуке, Якушенко Галина Владимировна, вот в больнице Семашко Андреева Татьяна Геннадьевна. Это настолько они сами, они горят, они хотят для своих ветеранов проводить мероприятия. И мы действительно проводим, проводили в Семашко, вот у нас там есть даже кадр, где мы показываем, мы их награждаем, мы их проводим для них такую праздничную атмосферу, праздничный концерт. И вы знаете, в этот раз дом ветеранов завода «Прогресс» был в больнице Семашко, мы проводили мероприятие, и они были очень, потому что там тоже ветераны проводили вот эту концертную программу, они говорят нам настолько, к нам обычно приезжают дети, там подростки, а это сами ветераны, так такую красивую нам сделали концертную программу. Я вам еще хочу сказать, что очень большую помощь нам оказывает Красному Кресту, это «Прогресс». В этом году, вы не представляете, дважды на около двух миллионов получили помощь лечебные учреждения. Это не то, что лечебные учреждения, а именно первичная организация Красного Креста лечебных учреждений. В каждом лечебном учреждении у нас есть первичная организация. И мы получили от завода «Прогресс», я говорю, где-то около двух миллионов, одноразовые шприцы. Нам их не нужно, Красному Кресту. Для своей службы Красного Креста, ну, мы оставили 20 ящиков, потому что строгие годности пройдут и так далее. Все остальное мы с министром здравоохранения распределили по лечебным учреждениям, по первичным организациям, там, где есть первичная организация Красного Креста. Именно своим ветеранам лечебных учреждений мы передали вот такую благотворительную помощь. Это тоже было приятно. Все лечебные учреждения были довольны такой помощью. Вот вы вообще работаете в Красном Кресте 45 лет? 47 уже. 47 уже лет, да? Да, 73-го года. Вот скажите, пожалуйста, вот с высоты такого опыта работы в международной организации, вот сегодня, сейчас, в 2020 году, больше или меньше осталось людей неравнодушных, готовых и, самое главное, желающих помочь? Нет, я не могу сказать, что мы довольны тем, что у нас есть митинаты, спонсоры. Нет, это не те времена, не царские времена, когда там были действительно все высшие, так сказать, высшие сословия, они все старались быть митинатами Красного Креста. Сейчас этого нет. Мы благодарим то, что вот это правительство нам дало поддержку Красному Кресту, вот эту программу, которую 25 лет мы реализовываем. И вы знаете, на протяжении всех лет мы делились опытом Самарского Красного Креста с другими регионами, потому что очень много было обращений в Самарский Красный Крест, а каким образом вы получили, а кто финансирует. А я еще говорю, когда закончился фонд, вернее, так сказать, нет, фонд Министерства здраво, то есть Министерство социальной защиты ликвидировался, то именно депутаты, правительство взяли на себя финансирование продолжать вот эту программу. То есть когда-то был председателем этого фонда Ханжин Евгений Викторович, с которым мы долго работали, он был заместителем у Светкины Галины Дмитриевны, долго работали у нас, я вот сейчас просматривала документы, у нас договора с ним были, хорошо работали, тесно. Но потом, вот я еще раз говорю, фонд ликвидировался, и все равно правительство взяло, продолжило вот это финансирование, чтобы мы продолжали реализовывать вот такую нужную, необходимую для наших ветеранов программу. И российский Красный Крест взял на себя размножить нашу документацию и разослать всем регионам, каким образом в Самарском Красном Кресте именно до сих пор 25 лет работает вот эта программа. Галина Николаевна, наша программа выходит в преддверии вашего праздника, 8 мая, вот, конечно же, ваш праздник – это праздник для миллионов людей, которым Красный Крест помог выжить, помог сохранить здоровье. Вам доверяют, конечно, спасибо вашим коллегам, вам, которые причастны к деятельности Красного Креста. Я хочу предоставить вам заключительное слово, конечно, для поздравления. Вот сегодня, опять же, вот в такой непростой ситуации, какие бы слова поддержки вы сказали сегодня? Ну, во-первых, хотелось бы всех поздравить с наступающим международным днем 8 мая, международным днем Красного Креста 8 мая, поблагодарить наше правительство за поддержку Антимонову Марину Юрьевну, которая на протяжении вот последних лет, она всегда поддерживает нашу программу, которая финансируется через Министерство социальной защиты. Мы ежегодно входим в реестр, чтобы участвуем в торгах. И вот вы уже как видите, что уже 25 лет мы реализуем эту программу. Ну, в общем-то, конечно, еще и еще раз хочу поздравить всех, пожелать добра, здоровья, бодрости, чтобы еще долго вы были, так сказать, участниками наших мероприятий. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, смотрели программу «Город С». Всего хорошего и, конечно, будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Спасибо.